Баловый сбор сахарной свеклы за 15 лет в Ульяновской области увеличился более чем в три раза. К концу 2015 года этот показатель превысил 400 тысяч тонн. В Ульяновской области сахарная свекла выращивается в Ульяновском, Чердоклинском и Цельнинском районах. Вот корень 500 грамм. Вот даже эта темечка осталась. Вот на такую глубину примерно. На сегодняшний день вес корня с сахарного завода приезжали. Это было неделю тому назад, где-то около 500 граммов было. Это каждый день растет. Значит, вот в такой период, Канифий Валерьевич, если я не ошибаюсь, до 10 граммов уже к сентябрю начинает давать прибавку каждый день. Поэтому, я думаю, в этом году мы должны получить более-менее нормальную жару. При этом в Цельни находится единственное в регионе предприятие, где производят сахарный песок. По словам Сергея Морозова, спрос на продукцию пищевой промышленности обладает постоянством и стабильностью. Напомним, в июне Сергей Морозов подписал инвестиционное соглашение на сумму свыше 24 миллиардов рублей. Планируется создать агрохолдинг по выращиванию масличных и зерновых культур, а также сахарной свеклы с последующими циклами хранения и переработки. К уборке сахарной свеклы сельскохозяйственные предприятия приступят в начале сентября. Агрария ожидают собрать полей не меньше 440 тысяч тонн данной культуры. Сергей Морозов провел встречу с молодежным активом Цельнинского района. Мероприятие состоялось в рамках реализации федерального проекта «Кадровый потенциал сельской молодежи». Ульяновская область стала первым субъектом, где будет опробирован проект. Уже в следующем году опыт его реализации будет распространен в других субъектах России. Предполагается выстроить системную работу с молодежными общественными организациями, а еще привлечь младых активистов со всей Ульяновской области к реализации социально значимых проектов. Ребята выигрывают множество грантов на всероссийских конкурсах и готовы транслировать этот опыт своим сверстникам. Промышленные предприятия Ульяновской области ведут масштабное техническое перевооружение. Сергею Морозову доложили о ходе реконструкции и модернизации производственных мощностей Ульяновского конструкторского бюро приборостроения. Затем предприятие приступит к изготовлению навигационных систем для летательных аппаратов и наземной техники. На реконструкцию будет направлено почти 2 миллиарда рублей. Первый этап уже завершен. В результате технического перевооружения появится совершенно новое производство с современным оборудованием. В 2017 году здесь изготовят 150 комплектов бесплатформенных инерциальных навигационных систем. Затем увеличат их производство в три раза. Такие системы устанавливаются на самолетах, ракетах, наземной бронетехнике и позволяют ориентироваться в пространстве. Сергей Морозов подчеркнул, что областное правительство продолжит оказывать предприятию организационную поддержку, а также содействие в продвижении продукции на российские и международные рынки. Кстати, Ульяновский завод станет одним из немногих предприятий в России по изготовлению таких современных навигационных систем. Еще одно направление, на которое обратил внимание глава региона – профориентационная работа с молодежью. Нужно добиться того, чтобы промышленные предприятия не испытывали дефициты технических специалистов. Одним из звеньев этого процесса станет создание Большого дворца технического творчества молодежи – детского технопарка. Для нас, в районе, можно сейчас продолжать активно заниматься вопросами создания замечательных условий для наших молодых людей, для ребят, чтобы они выбирали технические специальности. И поэтому бывший Дом культуры имени Чикаго мы, конечно, будем просить у Ростехнологии, у концерна, у руководства предприятия используя наши ресурсы, используя то, что Ульяновский выстал победителем федерального конкурса, и мы получаем, в том числе и федеральные средства, создает там Большой дом технического творчества молодежи. Такой большой детский, как это клиент говорит, технопарк. Я думаю, что это очень хороший проект. Все необходимые десятки миллионов, которые почти почти у нас зарезервированы, и это, несомненно, даст возможность вашим детям, детям из всего этого Ленинского района, а может быть даже и со всей этой части Десвияжского и отчасти Женедорожного района, приезжать сюда и получать это замечательное знание, навыки, чтобы потом с гордостью можно было поступать в училище, которое располагается также на вашей территории, и потом уже прямой дорогой идти сюда. Ваш замечательный трудовой проект. Также Сергей Морозов выступил с инициативой присвоить этому технопарку имя Георгия Михайловича Лафазана. В Ульяновске состоялся благотворительный велопробег «Сердце Симбирска» в поддержку детей-сирот. В нем приняли участие более 300 любителей велоспорта. Несмотря на то, что трасса пролегала по основным магистралям города, маршрут получился достаточно сложным. 8 километров с крутыми спусками и подъемами стали для некоторых настоящим испытанием на прочность. Однако это лишь сплотило участников велопробега. Главное для нас не экономика, главное для нас настроение. Настроение у людей, которые проживают в Ульяновске области, потому что нам очень важно, чтобы они по-настоящему гордились регионом, чтобы они считали себя жителями огромной родины талантов, какими мы на самом деле являемся. И вот на таких мероприятиях, когда мы все, независимо от возраста, независимо от своего положения, мы собираемся и вот смотрите, какая красота. Начинаем как карнавали, участвовать в этом спортивном мероприятии, посвященном здоровом образе жизни. Вот это самое главное. Цель ночного велофестиваля исключительно благотворительная. Участники могли добровольно пожертвовать небольшие взносы в фонд «Дари добро». Любителей спорта с добрыми сердцами оказалось даже больше, чем рассчитывали организаторы. В итоге было собрано около 150 тысяч рублей. Все эти средства пойдут на помощь детям-сиротам, которые в скором времени станут выпускниками детских домов «Соловьиная роща» и «Дом детства». 12-й международный фестиваль солдатской песни от Афгана до Чечни состоялся в Ульяновской области. По традиции ежегодный песенный марафон прошел в Димитровграде. Участниками фестиваля стали творческие коллективы исполнителей из Белоруссии, Татарстана и Мордовии, Москвы, Оренбурга, Иванова, Череповца, Ярославля, Саранска, Тольятти, Ульяновской и Димитровграда. Мероприятия посетили временно исполняющие обязанности губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и командующий воздушно-десантными войсками Российской Федерации Владимир Шаманов. Спасибо, дорогие друзья, за ваше творчество, за вашу активную гражданскую и жизненную позицию. Спасибо вам за ваш огромный вклад в укрепление, развитие и победу национальной идеи России, основанной на нашем единстве и беззаветной любви к своему великому отечеству. Спасибо вам за вашу порядочность, за вашу честность, за доблесть, которую вы проявляли на полях сражения, за тот пример, который вы подаете нашей молодежи. Я очень благодарю вас всех за то, что мы все вот сейчас становимся полноправными участниками этого замечательного фестиваля. Нигде и никогда я не видел такого замечательного, чуткого и отзывчивого зрителя. Без вашей поддержки, дорогие Димитровградцы, гости, наш фестиваль никогда не имел бы того успеха, каким он заслуженно пользуется сегодня. Дорогие друзья, я считаю, что наш фестиваль – это еще одно яркое свидетельство нашего единства. Я поздравляю вас с его открытием и желаю ему счастливого и долгого будущего. Я вспоминаю 15 лет назад, когда по инициативе ветеранов Афганистана и событий на Кавказе мы в рамках Ульяновской культурной столицы России принимали заявки от муниципалитетов. И тогда Димитровград под руководством Сергея Ивановича Морозова предложил вот этот фестиваль. Тогда он еще был российский. И буквально через три года, в 2005 году, перешагнув границы России, он стал международным. И сегодня мы проводим 12-й фестиваль солдатской песни. Русский советский солдат без песни не мыслит. Какие не были бы сложные боевые действия, всегда находятся минуты затишья. И авторская солдатская песня напоминает ее о доме, о родителях, о родных и близких, отцам, о детях. Потому что солдат – это человек с ружьем, который защищает свое отечество. И то, что на богатой традициями и воинскими, и трудовыми, в Меликесской земле Ульяновской области нашел место вот такой замечательный фестиваль солдатской песни, это говорит о том, что народ и армия едины. А пока наш народ любит и поддерживает армию, вместе мы будем делать все, чтобы мы гордились нашей родиной России и создавали еще новые традиции. С праздником, дорогие друзья! Фестиваль от Афгана до Чечни – это уникальное место встречи боевых друзей и однополчан. Поэтому волнительным моментом стало торжественное награждение членов Ульяновского и Димитровградского региональных отделений, Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство». В этот же день в Димитровграде прошла встреча Сергея Морозова и Владимира Шаманова с матерями и вдовами солдат, погибших в Афганистане, а также представителями общественных патриотических объединений, родителей и членов семьи военнослужащих Димитровграда и Меликесского района. Медицинскую технику, созданную по передовым мировым технологиям, будут выпускать в Ульяновской области. Китайская компания разместит в Ульяновской области высокотехнологичное производство с объемом инвестиций полтора миллиарда долларов. Сергей Морозов подписал соглашение о создании на территории региона производства медицинского оборудования. Пекинская торговая компания «Айди Шедай» будет заниматься строительством предприятия и внедрением передовых технологий. Инвестором проекта выступит холдинговая компания «Чжунэн Хуанья». На первой стадии будет построен завод по выпуску магнитных резонаторов, УЗИ с цветным дисплеем, цифрового мониторного и другого медицинского оборудования. На втором этапе инвестор планирует расширение производственных мощностей. На третьем построит Центр исследований и разработки технологий для производства медицинского оборудования. Несколько лет назад мы поставили перед собой цель создать большой медицинский кластер. У нас сегодня есть несколько не крупных, но очень интересных проектов в рамках этого кластера. И мы искали такого якорного инвестора. С приходом ваших компаний мы можем громко и вполне официально заявить о том, что проект медицинского кластера в Ульяновской области, один из самых крупных в Российской Федерации, начинает свою жизнь. А это и производство, в том числе мы совсем скоро будем закладывать строительство нового завода по производству лекарственных средств. Это и крупнейшие медицинские центры, в том числе государственные. Все это вкупе создает очень хороший облик Ульяновской области. Но, несомненно, ваш проект будет главной визитной карточкой всего этого огромного медицинского кластера. Соключение данного сокращения имеет в виду начало нашего проекта. Ваша страна предоставляет выгодные условия для реализации проектов. К тому же, создает приятную жизненную среду для инвесторов. Накануне нового учебного года в школах Ульяновской области будут усилены меры безопасности учащихся. Такую задачу перед руководителями профильных ведомств поставил глава региона Сергей Морозов. Обсуждение темы состоялось в ходе совместного заседания Антитеррористической комиссии, Оперативного штаба, Совета безопасности при губернаторе и комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сергей Морозов подчеркнул, что ответственные ведомства должны принять все необходимые меры для обеспечения безопасности детей, чтобы никакие происшествия не омрачили как День знаний, так и все последующие учебные будни. В настоящее время уже проведены целый ряд предприятий, направленных на обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности. Проведены экстренные внеплановые совещания, причем наше предстоятельное было просто требование, чтобы эти совещания были проведены со всеми сотрудниками, начиная от упорщицы, заканчивая руководящим составом образовательных организаций. Кроме того, с 23 августа по 23 сентября будет придет месячник безопасности детей. Здесь к нам подключается и ГИБДД, и другие надзорные органы. И Сергей Иванович, мы держим под отличным контролем, уверены, что безопасность будет цепочна. По словам регионального Минобра, все школы региона находятся под охраной. В учебных заведениях установлены кнопки экстренного вызова специализированных организаций. Кроме того, более 96% школ оборудованы системой видеонаблюдения. С 29 августа по 6 сентября у общеобразовательных учреждений будут выставлено максимальное количество нарядов ДПС ГИБДД для обеспечения безопасности дорожного движения. Также предусмотрено проведение профилактической работы с детьми и подростками по их поведению на проезжей части. Сергей Морозов проконтролировал качество подготовки к новому учебному году в Сурском и Ульяновском районах. Он принял участие в расширенных педагогических конференциях, которые прошли в данных муниципалитетах. Участники заседаний подвели итоги работы за несколько лет и наметили планы на ближайшее время. Напомним, в Сурском районе усилиями регионального правительства и местной администрации проделана большая работа по повышению качества образовательных услуг. Как подчеркнул Сергей Морозов, только за последние пять лет в развитие данного муниципалитета вложено десятки миллионов рублей. Только за последние пять лет в развитие образования района вложено десятки миллионов рублей. Например, по программе модернизации школ за ближайшие пять лет вложено 22 миллиона рублей, которые пошли на учебники, на компьютеры, на спортивные, медицинские и другое оборудование. Был проведен ремонт пищеблока, в том числе и в селе Острадамовка. Поставлены пластиковые окна, оборудованы туалеты. От ремонтированной кровли школ в Сурском, Княжухе, в селе Терзять, в Острадамовке. Был закуплен новый транспорт, новый школьный автобус. В рамках областной программы развития образования на ремонт кровель в школах сел Кезьмена, Большой Кувай, Лава из областного бюджета было дополнительно выделено еще 3 миллиона рублей. Особое внимание мы уделили и уделяем созданию условий для занятий физической культурой и спортом. Именно мы с вами, в том числе и с пользой возможности муниципального бюджета, обновили за счет этого спортивные заны, построили новую хоккейную коробку, например, в школе села Терзять. В Сурском районе, в Сурской средней школе, внедряются стандарты инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. И на это еще плюс к тем средствам, которые были выделены, добавлено полтора миллиона рублей. Напомню, что с этого учебного года федеральные государственные образовательные стандарты для детей СОЗ становятся обязательными. Также в рамках педагогических конференций состоялась торжественная церемония награждения лучших учителей районов и отличившихся родителей почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Ульяновской области. В Ульяновской области будут развиваться новые формы работы с волонтерами. Об этом заявил Сергей Морозов на встрече с участниками окружных и всероссийских молодежных проектов. Мероприятие прошло в рамках форума «Энергия». Всего в форуме приняло участие более 100 младых людей от 18 до 35 лет, в том числе представители Санкт-Петербурга и Москвы. Меня волнует, как сейчас принято красиво говорить, развитие человеческого потенциала или по-другому. Меня волнует состояние души, меня волнует состояние людей, их самочувствие, желание быть не только вот такими красивыми, успешными, как вы сейчас, но и очень активными, если хотите, профессиональными. Может быть, даже вам приходилось слышать о том, что где-то с полгода назад, даже чуть больше, я вполне официально сказал своим коллегам по органам власти о том, что было бы здорово, если бы мы, замышляя целую серию больших реформ, задумывались о реформе, связанной с созданием профессионального гражданина. Гражданина, который не только хорошо знает законы, но и умело ими пользуется. Не только хорошо и умело пользуется и знает законы, но и очень активен. Сергей Морозов отметил, что на территории региона необходимо усилить региональное волонтерское движение за счет новых направлений работы. В настоящее время в Ульяновской области добровольческой деятельностью занимаются более тысячи молодых людей. При этом добровольчество развивается в различных направлениях – православном, спортивном, патриотическом, медицинском и многих других. Мы с моей командой придумали помощь «Причал надежды». Это приют временного пребывания, проведение различных мастер-классов детям и привлечение внимания к этому приюду со стороны общественности, со стороны администрации города, потому что так как в этом приюте дети очень разные, и они реально нуждаются в помощи, в общении. И так как я сама очень много сталкивалась с детьми из этого приюта и работала в этом году в лагере их вожатой, поэтому мы решили помочь им, и отчетом нашим мероприятиям, отчетом нашей работы будет проведение и самими их своего концерта. Мы представили свои проекты, так сказать, администрацию города, и комментарии Сергея Ивановича нам очень важны, потому что одобрение такого важного человека в нашем городе – это для нас как моральная поддержка для реализации этого проекта. Напомним, молодежный форум «Энергия» организован благодаря грантовой поддержке, полученной в рамках областного губернского конкурса молодежных инициатив. Образовательный лагерь позволил молодым людям в формате групповых тренингов, форсайт-сессий и панельных дискуссий обменяться опытом.